Знаете, на самом деле это слово о довольстве, об умении вот это жить без ропота, это огромная, огромная радость и огромная мудрость. Научиться жить не не ропща, а жить в довольстве. И апостол Павел, он сказал, я научился жить. Почему научился жить? Потому что я научился жить и в радости, и в горести, и в скудости, и в изобилии. Поэтому для нас вот эти уроки, которые сейчас мы будем с вами делиться этим словом, это на самом деле уроки жизни, уроки, которые каждого человека приведут в успех и в благословение. Знаете, Бог, он никогда не отвечает на наш ропот. То есть это абсолютно бесполезное занятие роптать и выказывать какое-то недовольство. Да вы устанете просто от этого, но эффекта от этого никогда не будет. То есть от Бога ответа вы не получите в результате ропота. Вы знаете, в моей жизни была такая практика. Когда мы только начали служение, мы стали пасторами, то Сергей, он еще продолжал работать в Газпроме, и там вместо зарплаты давали, бартер такой был, давали вещи. И вот, значит, начали раздавать какие-то вещи, была там юбка, которую я очень хотела. Очень красивая была юбка. И я каждый раз, когда он приходил с работы, я ждала, что он принесет мне эту юбку. И в результате дошло до того, что я уже перестала его ждать с работы, я ждала эту юбку, которую он принесет. Вы знаете, это настолько неуловимо приходит, вот эта жажда, вот это желание чего-то. И теперь я уже понимаю, что когда есть вот эта жажда, чего-то я хочу, просто невозможно, и меня это угнетает, это желание, то лучше всего просто отказаться. Отказаться и сказать, все, да вообще ничего не хочу. Если меня надо мной это так давлеет, если я так страдаю из-за какого-то, из-за какой-то вещи, я лучше от нее откажусь. И знаете, вот через какое-то время я вот так встречала его, я ждала эту юбку, и все, это было бесполезно. И однажды я просто сказала, все, я устала, я, Господь, я отказываюсь от этой юбки, я не хочу ее. Я просто взяла и сказала это вслух. Отрезала. Отрезала эту юбку. Вы знаете, на следующий день он принес эту юбку. Вот, то есть Бог, он в самых первых дней нашего христианской жизни, он учил нас жить, учил нас умению жить. И я поняла, что ропот, это на самом деле вообще абсолютно проигрышный вариант для человека, когда он высказывает некое недовольство. Он говорит, приходит к Богу с этими словами, что вот, я то-то хотел, и этого нет. И начинает упрекать как-то Бога. То есть, ну, на самом деле это абсолютно бесполезно. Лучше всего начать благодарить. Начать благодарить. Библия говорит, что благодарное сердце, это как благовоние пред Господом. Благодарное сердце, оно непременно принесет результат, и оно принесет ответ от Бога. Даже если этого нет. Начиная просто благодарить Господа за его устройство в жизни, за то, что он, знаете, все предусмотрел, он исполняет желания наших сердец. И я помню, как мы жили в этой квартире, в деревянной, знаете, это была ужасная квартира. Я ждала новой, потому что мы молились, мы сели деньги для того, чтобы получить эту квартиру. Ну, квартира не приходила, но мое состояние, я угасла по отношению к тому, чтобы наводить этот уют в квартире. И думаю, ну что, сколько можно вот в этом, в этой рухляде наводить этот уют. Вы знаете, до тех пор, пока я не поняла, что если я не возлюблю это место, если я на самом деле не буду благодарить Бога за то, что есть, я никогда не получу что-то другое. И поэтому я стала благодарить Господа за то, что есть, я навела опять этот уют, чистоту, с новой силой, с новым желанием. И знаете, просто одна семья подошли к нам однажды и сказали, Бог сказал нам купить вам квартиру. Идите и найдите квартиру для себя, и мы вам ее купим. Вот такое первое чудо было. Я вижу здесь столько много... О жилье люди пишут, и нужды, и свидетельства, да, слава Богу, что есть свидетельства. Но просто я хочу сказать, полюбите то, что есть сейчас. Поблагодарите Господа то, что есть сейчас. Все равно крыша-то какая-то есть над головой. И я думаю, что вы этим самым откроете в свою жизнь чудеса, которые Господь уже приготовил. Аминь. Поэтому сегодня я бы хотела помолиться, чтобы мы помолились и просто увидели... Знаете, это Божье царство, оно так функционирует. Оно не функционирует, как этот мир. Взять что-то нахрапом, взять что-то с каким-то злом. Нет. Оно функционирует на основании силы Божьей, любви, смирения. И через это приходит ответ. Поэтому я прошу, Господь, направь наши сердца в правильное состояние, чтобы наше сердце, оно породило внутри нас веру. Вера, которая принесет от себя сверхъестественное чудо. Господь, мы открываем себя для Тебя, и мы просим, чтобы Дух Святой Ты сформировал наше состояние души в правильном русле. Господи, чтобы это принесло ответ от Господа. Я высвобождаю веру в ваши сердца. В веру, которая приходит на смирение. В веру, которая приходит на Божью милость и на Божью благодать. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Наташа, за такое светлое и такое весомое. И такое искреннее, как всегда с тобой, такое прям откровенное. Да, пройдет. Пастор Андрей. Потрясающе. Я под впечатлением. Просто вот то, что и я бы сказал, наверное. Поэтому я присоединяюсь. Но скажу все равно по-своему. Спасибо также, Виктория, за добрые слова в мой адрес. У меня слово осенило. Я прям понял, что я весь в синем. Точно осенило. Это прямо факт. Спасибо большое. Да, я хочу сказать, что действительно, мой тезис, который я чаще всего делюсь, вот с радостью делюсь этим тезисом, мы должны понять, что независимо от того, сколько мы прочитали книг, светских книг, религиозных книг, духовную литературу, независимо от того, сколько мы посетили семинаров, проповеди и служений, мы никогда не сможем стать мудрее собственного состояния. Вся мудрость заключена в состоянии. Вот какое твое состояние, такая твоя и мудрость. Просто ты будешь поддерживать ее умничением, свое состояние. То есть ты будешь цитировать классиков, если я их читал, ты будешь цитировать духовную литературу, но ты возьмешь оттуда все самое низкое. И невозможно стать мудрее, если ты в деструктивном каком-то низком состоянии находишься. И поэтому я абсолютно согласен, что нет никакого в этом смысла. Это нужно просто осознать. Дорогая душа, добрая душа, просто необходимо осознать, что это напрасно потраченное время. За дверью недовольства нет никаких благословений, нет никаких бонусов там, ничего хорошего, доброго оттуда не придет. Причем, конечно, я знаю, что каков у нас мир, какие демоны сильные бывают, коварные. Я знаю, что существует несправедливость, что хватает драмы, что хватает боли, что хватает несправедливости. Все это есть. И они не просто хотят стащить вас, вот эти духи зла, они не просто с небес на землю, они гораздо ниже хотят стащить. И ясно, что очень легко быть выбитым седла, очень легко просто пострадать. Это происходит, вы сегодня можете радоваться, включите телек, и что-то на вас грязь, кто-то вылит на вас грязь. Ну, не здесь, конечно, да, но хватает грязи везде. Ее можно найти везде, эту грязь, да, и везде можно пострадать. Но каковы бы не были, как вам кажется, справедливыми, оправданными ваши страдания, вы тогда выходите из них, вот из недовольства, из ропота, когда вы понимаете, что не придут никакие благословения, если вы продолжаете поддерживать это состояние. И больше всего, чаще всего, я заметил за годы служения, люди-то устают, люди мучаются от своих собственных мыслей, не от того, что на самом деле с ней происходит, а из-за того, какую пластинку они гоняют внутри себя. И пока не сменишь пластинку, это унылая музыка, она всегда будет сбрасывать в какие-то низкие состояния, а в этих состояниях нет шанса стать мудрее. Надо сначала изменить само состояние. Иисус говорил нам, что нас будут узнавать по любви, значит, нам действительно нужно оценить это. И Библия говорит, достигайте любви, а достигнув, пребывайте в этой любви. Ищите более высоких состояний, и бонусом вы получите мудрость. То есть, когда вы будете говорить из состояния высочайшей любви, из состояния глубочайшего мира в вашем сердце, вы будете говорить мудро. И вам не нужно будет для этого прилагать никаких усилий. Вы тоже будете цитировать классиков и, наверное, каких-то духовных авторитетов. Но все это будет в помазании любви и мира. Это будет высочайшая мудрость небес. И не только человеческая, но и Божья. Потому что Бог есть любовь. И это помазание Божьей любви, помазание Святого Духа, оно будет изливаться из вас. И это благословит вас и благословит многих людей. Я тоже мог бы помолиться об этом, чтобы уже мы могли сделать шаг. Поэтому, если есть такая привычка, иногда, знаете, так Достоевский об этом писал, что даже как-то и сладко пожалеть себя, даже иногда как-то и вкусно провести время в том, чтобы себя жалеть. Ну, просто знаю, что депрессия, она не уходит сама. Ее не изгоняют. Из нее просто выходит. Вот просто человек берет, ему надоедает сидеть в депрессии. И он начинает как-то выбираться, вылезать оттуда. И поэтому, какое бы ни было твое состояние, начинай выходить сейчас. И даже если ты сейчас в хорошем, бодром, духовном состоянии, прими решение, что ты не будешь надолго проваливаться вот в эти токсичные состояния. Да, враг может укусить тебя, да, какие-то проблемы могут укусить тебя. Люди, которые живут в провинции, знают, если не косить траву, травой зарастешь. Если не будешь красить забор, он сгниет. О чем идет речь? Если ты не приложишь каких-то усилий, проблемы, они будут становиться только хуже, на самом деле. Если мы просто пассивно ждем, и мы ничего не делаем, то мы дождемся чего-то плохого, каких-то дурных новостей. С кем-то что-то случится. А возможно, даже и с вами. Но ты можешь создать прямо сейчас, вместе со мной, свой собственный момент для чуда. Праздники мы создаем. Мы сами создаем. Есть такое состояние депрессии, когда человек, у него день рождения, он отключил телефон и все соцсети, закрылся у себя дома, а потом начинает обижаться, что никто не позвонил, что никто ничего не написал, ни с чем не поздравил. Но это ситуация глубочайшей депрессии. Нужно вылезать, нужно наоборот включаться в жизнь. Нужно самому устраивать праздники для людей. И вы увидите, что вы посеете, то вы и будете пожинать. И поэтому сейчас идем в молитву. Мы люди праздника, мы люди любви. Мы можем жить из высочайшего духа. Мы рождены свыше. Мы можем проявлять настоящую, неформальную, не искусственную какую-то резиновую, а живую, настоящую любовь. Каждый день. Мы к этому призваны. Мы для этого рождены. И да, действительно, нам всегда есть за что благодарить. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за эту функцию, что у нас есть функция любить, у нас есть функция радоваться жизни, у нас есть функция замечать красоту мира и быть благодарными. И мы сейчас активируем это в себе. Мы избавляемся от всех низких деструктивных программ, от токсичных мыслей, от этого и желчности, и яда. А мы избавляемся от этого, потому что это утягивает нас вниз в глупость, в низкие какие-то мысли, нелепые переживания. Но Царство Божие — это мир, праведность и радость во Святом Духе. И мы поднимаемся к свету. Посмотри сейчас на духовный свет, сфокусируйся на духовном свете, сфокусируйся на своем Создателе и начинай двигаться по направлению туда, ближе и ближе и ближе, ближе к свету, ближе к его любви, ближе к теплоту его любви, ближе к свету его истине. Начинай переходить туда, где вся драма растворяется, куда вся эта дьявольская артиллерия уже не может добить до такой высоты. Стрелы лукавого уже не могут долететь туда, где Господь. Поэтому иди туда, иди по направлению к Нему и начни переживать и ощущать, как внутри тебя рождаются новые, более высокие чувства. Делай это так, чтобы ты мог помахать рукой прошлой версии себя, чтобы ты мог подняться на ступень выше, чтобы ты мог посмотреть сверху вниз на свой прежний опыт, чтобы было больше радости, больше любви, больше мира в тебе, ближе к Богу. Иди в самое глубокое переживание Его любви, Его святости, вот в это великолепие Божье. И ты увидишь, как твоя жизнь изменится, и как много благословений придет в твою жизнь. Аминь. Плава тебе, Господь, за это время. Наташа, я хотела попросить тебя, ты сама сражаешься с желанием плакать на тебя, накатывает все равно. Это приходит тоже. И просто поведи тоже в молитве, чтобы выходить из этого. Вы знаете, мы должны быть открытыми к Духу Святому, потому что Он всегда нам что-то говорит. Но мы, по-моему, думаем, что, возможно, это мои мысли. И вот буквально недавно я пережила такое, что, да, приходит состояние ужасной грусти и скорби, и тяжести. И ты просто думаешь, тебя изнутри может аж разорвать от того, что ты переживаешь, эту жуть, это непонимание, вопросы к Богу, как могло это случиться. И, знаете, вот это все настолько начинает вызывать эти чувства жалости к себе, жалости и недовольства вообще ко всему тому, что произошло. Я просто сидела, я глотала эти слезы, глотала, глотала, когда, пока я не услышала внутри себя голос, который мне сказал, хватит страдать. Это был голос, который был, на самом деле, повелительный, достаточно, ну, не поспоришь. Да, вот, то есть, есть голос, с которым не поспоришь. Ты хочешь вроде что-то еще сказать в ответ, но нет ответа. То есть все, хватит страдать. И после этого, знаете, вот слезы высохли, в состоянии пришло какого-то божественного мира. Это то, и я думаю, что это то, что я услышала от Бога, и Бог, Он дал мне мир. Поэтому, в какой бы ситуации каждый человек не находился, Бог меня не любит больше, чем тебя. Поэтому, просто услышь Бога в той трудной ситуации, в которой вот на данный момент ты находишься. И хватит страдать, на самом деле. Эта жизнь достаточно коротка, чтобы нам проводить время в этих мучениях и страданиях. Давайте мы проживем эту жизнь в надежде, что мы однажды встретимся с Господом, в надежде, что мы встретимся со своими любимыми и близкими людьми, в надежде на то, что Бог все устраивает наилучшим образом. Эта жизнь, это просто полигон, по которому мы идем. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что Ты не молчащий Бог, но Ты Бог, Который говоришь. Ты говоришь в наши сердца. Ты говоришь, Господь, Ты поднимаешь слово, откуда ты из глубин. И этот голос мы слышим. Господи, так дай же нам вот эту веру повиноваться Твоему голосу. Услышав Тебя, сделай то, что Ты говоришь. Быть послушными Твоему голосу. Иисус, мы благодарны Тебе, что Ты неустанно печешься о нас. Нету дня, нету минуты, нету секунды, где бы Ты оставил нас. Поэтому мы полагаем всю свою жизнь на Тебя, Господь. И мы верим, что Ты Бог, Который заботишься о нас. И в этой земной жизни мы будем успешными людьми. Мы будем людьми, которые имеют радость внутри себя, радость, прежде всего, спасения. Аллилуйя! Давайте не будем девальвировать самое важное чудо, которое произошло с нами. Это радость спасения. Радость того, что мы спасены от ада. Вы можете себе представить, мы бы навсегда могли оказаться в аду. Мы никогда могли бы не встретиться с Иисусом. Но самая большая радость произошла. Он с нами, Он в нас проживает. Аминь! Поэтому будьте благословенны, дорогие. Бог великий, Он могущественный, Он сильный, Он воплощает все в себе. И, знаете, Он мудрый, Он знает точно, как кого куда расставить. Поэтому главное повиноваться Его голосу. Откройте свои уши, чтобы слышать Его голос. Аминь! И я просто благословляю вас, драгоценные. Пусть Бог сверхъестественным образом даст вам песни хвалы, которые вы услышите. Может, пришлют вам друзья. Ищите сами, попросите Бога, чтобы Бог просто показал вам левитов, поклонников, чьи песни будут просто касаться вашего духа, чтобы вот это состояние радости, восторга, возношения, чтобы оно было просто подарено вам, чтобы вы могли войти в него, выйти из этих унылых одежд. И пусть будут люди с этим веселым духом приходят в вашу жизнь. Пусть телеканал ТБН также люди веры, люди силы, люди посвящения, чтобы делились с вами этим состоянием, чтобы вы принимали его. И просто воспряньте, воспряньте, стань спящий, воскресни из мертвых и воскресит тебя Христос. Просто внутри скажите, да, я хочу это оставить, я хочу обновления, я хочу радости. Я Господь, я слушаю из тебя, я добрая овечка, хорошая овечка. И, друзья, мы сейчас прервемся за несколько минут. Пусть в это время и в течение всего марафона слово жизни приносит вам крепость, радость, работает в вас. Так много нужд об исцелении. И мы высвобождаем, чтобы река жизни текла через вас. И не останавливайтесь в своей хвале, в своем уповании на Бога. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok